Для последователей кёку-синкай карате, ханшей Стив Арнейл, которому в прошлом году исполнилось 70 лет, личность поистине легендарная. Ученик-основателя стиля Масутацу О'Ямы, выходец из ЮАР, он первым прошёл тест на 100 полноконтактных боёв подряд. Уже более 30 лет Арнейл живёт в Англии, а в последние годы всё чаще бывает в России, где проводят так называемые летние школы. Нынешняя продлится неделю среди учеников на три четверти обладателей чёрных поясов. Это наша традиционная летняя школа, где мы собираемся для того, чтобы скортировать курс нашей работы по технике, узнать какие-то новости в технике, разработки методически новые. Поэтому сборы очень интересны, потому что мы получаем информацию с первых рук, ну и получаем заряд бодрости и работ на целый год. Стоит напомнить, что после смерти основателя кёку-синкай карате Масутацу О'Ямы в 1994 году были образованы несколько международных организаций. Одну из них – Международную федерацию карате и возглавил Стив Арнейл. Пропагандируя кёку-синкай, я всегда стараюсь придерживаться основ, заложенных моим учителем. Будь то техника, манера ведения схватки или этикет каратиста. Что касается смежных стилей, то к ним я отношусь с уважением. Впрочем, если бы О'Яма был жив, думаю, он был бы опечален наличием такого количества организаций. Тем не менее, определенные сдвиги в отношении объединения конкурирующих федераций есть. И не в последнюю очередь благодаря российским спортсменам, которые успешно выступают на турнирах разных организаций и стилей. Ближайший чемпионат мира под эгидой Международной федерации карате пройдет в октябре в Лондоне. Продолжение следует...